МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мать, которая вернулась с работы домой. По информации СМИ, ребенок умер за обеденным столом. Следственный комитет начал проверку. Пока нет результатов экспертиз о причинах случившегося говорить рано. Хотя знакомые семьи уверяют, что все произошло из-за новогодней привычки современной молодежи. В школах сейчас популярен так называемый снюс – сосательные постилки. Это явление сродни Спайсам. Те тоже сначала были в свободной продаже, лишь после череды смертей их запретили. На первый взгляд, в составе снюса нет опасных веществ. Однако концентрация никотина там слишком велика, особенно для подростков. И там же, в Зайльцовском районе города, двое детей попали в больницу. Они едва не угорели в собственном доме. Пожар на улице Студенческая начался в полночь. Буквально через 4 минуты после вызова к месту прибыл первый расчет. Пламя сбили быстро, огонь повредил деревянные перекрытия и потолок. Родители с детьми на улицу выбежали сами, но малыши успели надышаться угарным газом. Поэтому медики решили не рисковать и госпитализировали пострадавших. Сегодня в Кемеровском областном суде состоялось первое заседание по делу об убийстве бердской бизнес-леди Ирины Синельниковой. В середине января женщина отправилась показывать автомобиль потенциальным покупателям. И эта сделка стала для нее последней. История вызвала общественный резонанс. За ней пристально следили СМИ. Тем не менее, спустя всего полгода ситуация повторилась. Наталья Устинова из Новосибирска также в одиночку решилась на сделку купли-продажи машины и исчезла. Ее тело нашли только в октябре. Впрочем, вернемся на процесс в Кемерово. Синельникова начали искать уже через пару часов после исчезновения. Вместе с мужем она занималась перепродажей подержанных автомобилей. Но на последнюю сделку уехала одна. Так что, когда женщина не ответила на телефонный звонок, родные сразу предположили самое худшее. Никто не мог понять, почему бизнес-леди оставила дома спящих детей и отправилась на встречу с покупателями, хотя обычно показывала авто возле дома на специально оборудованной площадке. Учитывая обстоятельства исчезновения женщины, сотрудники полиции сразу же предположили криминальный характер ее исчезновения и уже, соответственно, стали работать, имея в виду то, что в отношении женщины может быть совершено преступление. Худшие опасения сыщиков подтвердились уже через несколько дней. Черное пижок, которое показывала покупателям Ирина Синельникова, нашли в Кемеровской области. Новый хозяин машины рассказал, иномарку купил у двоих мужчин из Бердска. Понравилась цена – всего 155 тысяч рублей. Тут же вычислили продавцов. Ими оказались безработный Станислав Белоусов и водитель Яндекс.Такси Дмитрий Фурцев. Идея убить женщину и завладеть машиной, по данным следствия, принадлежала именно последнему. Ирина Синельникова стала первой жертвой, а готовилась целая серия подобных преступлений. По версии следствия, в декабре 2018 года злоумышленники с целью завладеть транспортными средствами договорились совершать нападение на владельцев автомобилей. 11 ноября текущего года, неное время, под предлогом покупки автомобиля, обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала с документами одна. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, сама села на переднее пассажирское сидение. Фурцев сидел впереди, Белоусов сзади. На следствии бывший таксист уверял, что не убивал женщину, а просто вел машину. Однако следователи пришли к выводу – оба злоумышленника в равной степени виновны. Белоусов решил, что они с Фурсом готовы к нападению на Синельникову, произнес кодовую фразу «берем», на что Фурсов ответил кодовой фразой «да, берем». После чего Белоусов, согласно отведенной ему преступной воле, напал на Синельникову и, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, используя в качестве оружия, заранее приготовленную находящуюся при нем удавку, накинул на ее жизненно важный орган, шею и силы стянула образовавшуюся петлю. Судя по материалам дела, когда Синельникова перестала двигаться, приятели засунули ее в багажник. В тот момент женщина еще была жива. Путь исследования она приходила в себя, но злоумышленники избивали ее снова и снова. Оказавшись в Кемеровской области, обвиняемые решили избавиться от тела, накинули на шею беспомощной жертвы удавку и для верности за руки и ноги привязали к бетонной плите собственным шарфом. Тело потерпевшей оставили вблизи искусственного водоема у реки Исток в Кемеровской области. У потерпевшей забрали два кольца, сотовый телефон, серьги, а документы, паспорт и водительское удостоверение сожгли в костре. Общаться с журналистами фигуранты отказались. Возможно, из-за плачевных перспектив. Курсова и Белоусова обвиняют сразу по трем статьям. Убийство, разбойное нападение и уничтожение документов. А это значит, подсудимые могут провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. А насколько Алексей Зубила, экстренный вызов. Испугалась огласки и пристального внимания. Напальная чиновница Светлана Стынина в очередной раз обратилась в Верховный суд с просьбой рассматривать ее скандальное дело в другом регионе. Бывшего руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами. Вместе со Стыниной под уголовное преследование попали ее заместитель Андрей Гудченко и предпринимательница Елена Камерзанова. Ущерб от аферы с квартирами по подсчетам следователей превысил 160 миллионов рублей. К другим темам. Внезапный поворот произошел в деле бывшего директора Колыванской школы Дмитрий Курицкий, который на протяжении следствия и в суде утверждал, что не бил детей, сегодня признал свою вину. Наша съемочная группа встретилась с бывшим защитником подсудимого и выяснила весьма пикантные детали. Дмитрий Смышляев представлял интересы педагога практически с самого начала судебного разбирательства. Однако месяц назад адвоката отстранили от участия в процессе. Говорят, постаралась сторона обвинения. По словам защитника, правоохранители начали активно давить на свидетелей и подростков, чтобы те изменили показания данные в суде, так как в ходе процесса юноши признались, что оговорили Курицкого. В итоге один из них поплыл. Сампрокурора говорит, либо я помогаю тебе пойти служить и снимаю с тебя судимость, либо я тебя и твою маму посажу в тюрьму. К слову, больше никто из участников процесса менять свою позицию не стал. Подсудимому сразу ужесточили меру пресечения и отправили под домашний арест. А дальше, как уверяет Дмитрий Смышляев, его бывшему подзащитному предложили сделку. Условный срок в обмен на признание вины. Правда, с одной оговоркой. Цена условного срока заключалась в том, что он должен не только признать вину, но и дать ложные показания на меня, что якобы я заставлял людей менять показания. Разным способом заставлял людей поменять показания. Накануне Курицкий во всем сознался и указал, что линию защиты ему навязал адвокат Смышляев. Защитник теперь полагает, что у него могут возникнуть проблемы. Тем не менее, он по-прежнему считает дело сфабрикованным и готов отстаивать свою правоту. Ну а уже в понедельник бывшему директору школы должны вынести приговор. Прокурор запросил для него три с половиной года условно. Полицейские поймали в Новосибирске вороватого любителя элитного алкоголя. За спиртной гурман не платил, а тайком выносил из магазинов под одеждой. Среди доказательств его гастрономических приключений – это видео. По информации сыщиков, мужчине 35 лет и раньше он не был судим. Подозревают фигурантов в трех кражах. Супермаркеты на Гоголя, Красном проспекте и Кропоткино заявили ущерб в 13 тысяч рублей. Также известно, что похищенные бутылки задержанный продавал. Впрочем, парочку приберег и для себя. Еще одного узкоспециализированного вора взяли сразу после набега на кладбище. По информации оперативников, мужчина промышлял чугунными оградками с могил. Полицейские уже отрапортовали о раскрытии серии подобных преступлений. Пока в деле 30 эпизодов. Последний, который и стал для фигуранта роковым, произошел на Заельцовском погосте в начале сентября. Жулик унес металла на 50 тысяч рублей. Оградку сдал в пункт приема. Расследование уголовного дела по статье «Кража» идет полным ходом. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступление или происшествие, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова